Сама из Прибалтики. И вот такие вот корзинки плетут в Риге. Здесь в России таких нигде не встретишь. На полках в гостиной у Светланы Агешиной нет свободного места. Если появляется пустота, мастерица старается заполнить её новым изделием. Стеллажи пополняются ежедневно. Продавать приходится мало. В основном раздаривает близким и знакомым. В деревне плетёные корзинки, шляпки, шкатулки, абажуры в домашнем обиходе пригодятся всегда. Как-то посчитала, сколько я пользуюсь, сколько изделий у меня в обиходе. Сколькими я пользуюсь? 150. В одной, в трёх дрова ношу, одна в бане, две дома. Материал для своих работ используют разные. Береста, соломка, рогоза, ива. Голландскую лозу выращивает сама на огороде. Хлопот с ней признаётся рукодельница, как с картошкой. Выкопай канавку, прополи три раза, потом собери. В этом году заготавливать сырьё помогали ученицы. В деревне обучаться мастерству плетения желают многие. Начали плести с донышка. Штук 20 надо было сплести, чтобы получилось более-менее приличное донышко. Потом у этого донышка учили сделать обвязку. Уже сделав обвязку, получилась вот такая подставка. Корзинку с луком, ягодой – это ещё не всё. Теперь ученица собирается сплести ещё несколько предметов для домашнего обихода. Процесс затянул. Ещё многому хочется научиться. Сама же мастерица Светлана Агешина планирует сплести новые модели шляпок для сельских модниц к новому сезону. Ольга Максюшина, Станислав Берки. Новости.